Первое сентября. Торжественная линейка уже позади, и в школе совсем тихо. Но уже завтра школа вновь зазвучит голосами детей. А в этом кабинете оживут слова великих русских писателей и поэтов. Наталья Петровна Алябьева призналась, что никогда не мечтала о профессии педагога. Так распорядилась судьба. Не сложилась с институтом иностранных языков и решила, пойду туда, где можно книжки читать. И поступил на литературный факультет. Работа в школе оказалась интересной и насыщенной. И молодой педагог погрузился в эту атмосферу с головой. Это безумно интересная работа. Безумно интересная работа. Настолько интересная, что по началу мы даже забывали за зарплатой приходить. И когда первый раз получал зарплату, думаю, господи, как тут все интересно, да еще и деньги платят. Как же здорово. Французский писатель эпохи Возрождения Мишель Экем де Монтень говорил, судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму. Так год за годом Наталья Петровна постигала премудрости своей профессии, стараясь не просто учить предмету, а воспитывать в своих учениках самые лучшие человеческие качества, видеть в них личность, равную себе. Наши школьные оценки, они все же забудутся тут же, как только мы закончим школу. И вообще школа остается в жизни человека одной строчкой, да, закончил такую-то школу. А вот все остальное, это уже на всю жизнь. Поэтому троечником ты был, пятерочником ты был. Это уже абсолютно не важно. Важно, какие человеческие качества ты приобрел в школе за эти 10 лет, 11 уже, да. Вот это важно. Всех своих бывших учеников Наталья Петровна вспоминает с огромной любовью. Со многими поддерживает связь. Кто-то из них уже привел к ней своих детей. Начинала трудовой путь нашей героини в школе номер один. Но вот уже четверть века она работает в Видновской гимназии. В гимназии такие условия есть для учителя, которые позволяют раскрыть все свои возможности. Было бы желание их раскрывать. Потом мне повезло, я работаю на доверие. Учитель, работающий на доверие, он не требует какого-то контроля постоянного. Сам себя проверяешь строже, чем кто-либо. И в гимназии это экспериментальная площадка. Поэтому можно делать то, что хочется, то, что интересно. В классе Натальи Петровны уютно и как-то по-домашнему. Много книг, среди которых, кстати, давний местный обитатель, игрушечный щенок. У ребят есть примета. Потерев щенку нос перед диктантом, обязательно напишешь его хорошо. В этом году четверо ребят получили 100 баллов на экзамене по предмету Натальи Петровны. Высокая оценка знаний, заслуга в том числе и учителя. С юбилеем Наталью Петровну поздравили почетные гости, посетившие гимназию 1 сентября. Вы счастливый человек, действительно. Родились 1 сентября. Всю жизнь работаете с детьми. Почет вам, уважение. В одной из лучших школ в Москве. Родившись в первый школьный день, наша героиня всю жизнь дает детям знания. Наверное, это и зовется судьбой. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин